всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики гости моего канала ну и вот сегодня у меня пойдет речь про воблеры бьюник бэйт про них я уже рассказывал то есть фирма это как я понимаю китайская в продаже ее найти под этим брендом бьюник бэйт практически нереально то есть у нас в россии точно сколько я пробовал пробивал да может быть сейчас свежие запросы я в интернете не производил до в поисковых строках может быть что-то вырезала ну так напрямую как бы вот этот бренд бьюник бэйт практически не купить есть там бывает некоторых местах проскакивают воблеры до более похожие да но они как правило под другим брендом но одно как я понимаю это китайцы китайцы которые делают промышленного качественного масштаба да то есть очень качественно и делают как я понимаю для многих известных брендов да еще и таким образом что могут вам сделать любой воблер и вы можете там свой бренд налепить там для ляля траляля все что угодно там на нем написать вот цена этих воблеров относительно гуманная я бы сказал по сегодняшним дням вообще гуманная приобрел я их магазине рыболов на индустриальной как раз находится напротив магазина discovery где там продают лодки моторы там всякую мототехнику и все такое вот вот находится он по этому адресу то есть магазин я это достаточно часто захожу особенно в последнее время когда у нас идет такая кризисная ситуация и доллар растет то в принципе в этом магазине можно купить интересные вещи по минимальной цене которые работают вот про один из таких воблеров я уже вам рассказывал это вот воблер тоже бьетник бэйт а это оригинальная раппала видите clacking crank 53 вот отличие их визуально практически ну никакое да то есть все то же самое единственное что другая окраска другого цвета глаза да то есть детализация 3d у прям пуля в пулю да то есть тут вообще как бы ничем не отличается да то есть воблер полностью копирует раппалу и честно скажу на практике он еще даже ловит лучше чем оригинальный раппала то есть это можно было наверно в каких-нибудь видео наблюдать да что на него ловлю я мой друг андрей да мы ловим вот на эти вот бионик бэйт и цена их часа не знаю они в наличии если не то внимание не обратил цена его 350 рублей это по сегодняшним дням около пяти долларов да может чуть чуть больше чуть чуть меньше и по карте со скидкой это можно взять и около 300 рублей да то есть такой вот воблер оригинальный раппала стоит около 600 рублей то есть цена в два раза ниже эффективность на практике еще получается даже выше никаких претензий к ним нету бывает что какие-то там моменты редкостные да что он бывает чуть-чуть заваливаться до муж на некоторых воблерах но это легко исправить отогнув лево вправо вот этого тушка за которая цепляется да то есть если он заваливаться на правый бок да то отгибаем его в противоположную сторону на левую сторону да думаю все это знают и вот эти воблеры работают очень хорошо я ему уже пользуюсь около ну два сезона вот третий сезон начинается они со мной эти бьюнет бэйт этот подделка по драпалу и очень-очень даже четко работает но это я вам сказал ознакомительно как бы сказать напомнив о том что этот бренд меня как бы сказать удивил за эти деньги и я его как бы полюбил на основании вот этих вот кренков да ну вот сейчас я зашел в магазин и увидел линейку других воблеров этой же фирмы бьюник бэйт вот я как бы говорил в магазине что говорю чё вы привозите только кренки надо приводить еще что-то из бьюник бэйта ну и вот видно к моему мнению прислушались я как пришел меня сразу же оповестили сказали он говорит у нас есть определенная линейка я там взял как бы ну далеко не весь ассортимент бьюник бэйта то есть что мне как бы приглянулась на мой взгляд что мне стало интересно я то как бы там приобрел и как видно на этих же воблерах да что качество их более чем упаковка вот такая незаурядная просто написано бьюник бэйт сзади написано вес длина глубина и какое плавающий тонущий здесь написано floating плавающий вот видно что он тоже что-то напоминает да думаю все прекрасно понимает это изурик на качество опять очень очень высокая то есть отличить чем-то по качеству от оригинала практически нереально если допустим даже вот на кренках они вешали овнеры да то здесь вот у них этих моделях какие-то такие крючки но самое что интересно я посмотрел они очень качественные да и очень-очень острые то есть крючки тоже не вызывают никаких нареканий вот такой вот интересный воблер с таким вот весом 10 грамм до из такой вот глубиной в принципе для наших как бы сказать речек это очень даже интересно нет шумовой эффект ну и скажем так все остальное что ему полагается да цена его тоже гуманная и тоже со скидкой можно его взять в районе что-то пяти долларов да то есть доллар у нас имеет интересный курс все кто смотрит мой канал то есть тут как бы надо понимать такие вещи что у нас сейчас доллар падает он уже меньше 70 рублей и чем меньше он будет доллар да стоит тем будет больше цена вот то что я называю 5 долларов сейчас он упадет он будет стоить 10 долларов просто как бы вот такая вот штука до происходит то есть цена его стоит на месте до примеру то есть у нас никто магазинных цены не ну не не успевает регулировать то есть сегодня доллар он меньше 70 рублей завтра он может спокойно вырасти на 5 на 10 рублей будет уже 80 до соответственно ни один магазин откатов не дело то есть вот сейчас доллар откатился меньше 70 а продают у лет все по курсу 80 понимаете то есть ничего как бы вот это вот все непонятно да от этого привязываться именно к этим ценам по долларам которая называя они как бы неправильно то есть для нас это рубль да то есть вот это цена его можно его приобрести в районе 350 рублей вот я считаю 350 рублей для такого как бы сказать воблера такого качества по сегодняшним дням ну это вообще как бы гуманно и неплохо да вот тоже интересный вабли ручек такой я имею честно скажу еще не рыбачил я их просто приобрел для начала сезона в завод не интересные модели по одному и вот думаю попробовать тоже вот весе 8 грамм длина 8 сантиметров заглубление полутора три метра тоже интересная штука такая понятно что он тоже чем-то похож до на рапа лана икс рэпы да то есть такая же голография очень очень качественно видите да ну вообще тут такой плавничок добавлен чуть-чуть но с остальным с качеством тут просто все в порядке видите опять же эти деньги 350 рублей для такого качества с отличными крючками я считаю это тоже нормальные цены для дальнего востока по сегодняшним дням думаю и не только для дальнего востока вот тоже интересный воблерок надо их обязательно попробовать будут они заваливаться или нет потому что крымки я уже эти проверил их не останется как бы мне проверить будет ли какие-то проблемы с игрой и с нареканиями именно вот по этим вот моделям вот тоже видите интересный воблерок вес его девять с половиной грамм длина 10 сантиметров глубина 1 и 3 то есть вот что-то вот видите интересная штука я думаю этот будет более твичинговая тема на что он похож тоже думаю все понятно это по моему что-то закос под зибэйц могу правда ошибаться паша зибэйцами не рыбачу вот тоже увидите тут вообще все в порядке система дальнего опроса шумовые камеры и система дальнего заброса все здесь присутствует качество просто меня удивляет качество конечно за эти деньги цена тоже что-то в районе со скидкой в районе 350 рублей магазин чем интереснее то что он может предоставлять максимальные скидки до 15 процентов это как бы уже серьезно потому что больше я как бы таких рыболовных магазинов которые предоставляли скидки 15 процентов и больше я их не не встречались честно скажу виде какой интересный ну раскрас такой более морской я думаю все кто любит у нас порыбачить в реках горных которые выходят в море да и и это будет подъем лососевых рыб до по ним но больше кто ориентируется сима кита горбуша именно все любят порыбачить на сему мне кажется вот это тот такой вот интересная раскрас и глубина погружения это то что будет есть сима да то есть вот интересная тема я тоже бывает раз год выезжаю половить до такую рыбку интересную до по дальнему востоку это копи тумнин хуту речки ну и конечно самарга да думаю такие воблеры за такие минимальные деньги для любителей такой ловли будет интересно ну и по горным рекам и думаю конечно это таймешонок ну и соответственно это щука и думаю он должен хорошо управляться отвечать кому-то интересно да тоже обалденнейшее качество за эти деньги вот также вот не заинтересовала и такая модель она натурального окраса то есть я больше почему-то люблю предпочитать натуральные окраски на воблер достаточно большой хороший вес 26 грамм да у него хорошая длина 140 14 сантиметров и глубина полтора метра то есть это интересный воблер для охоты крупных поверхностных таких хищников больше сориентировался для амура да потому что в принципе полутора метров это ж надо же где-то тайменья еще застать врасплох да то есть кончились те старые времена когда тайменья было больше чем воды да или больше чем камней в горной реке они своим водоизмещением вытесняли воду из берегов да и на каждом перекате стояли тайменья сейчас на перекате найти трофейного тайменья практически нереально он зажатый весь и на такую глубины как полтора метра это нужно найти тайменья врасплох чтоб он трофейный таймень выскочил на полтора метра это очень редкий случай для крупного тайменья обычно это происходит ночью когда он выходит такие места и поймать его на мыша гораздо больше у него шансов чем его поймать вот на такой вот воблер да вот это будет что только лететь какие-то таежные реки на вертолетах и то и то может быть да от этого этот воблер у меня сориентирован именно на амурскую рыбалку видите очень мощный такой этот идет шарик катается и он чем-то еще мягким отбивается не просто жесткого принимается на удар что-то такое чувствуется демпфирующий материал так он не жесткий да или может быть шарик сам по себе какой-то прорезиненный фиг его знают но что-то массивное очень большой разгон это будет гореть что будет идти длинный дальний заброс думаю приманка будет откликаться на твичинг и работа от верхних слоях воды что в принципе интересно для амурского хищника это конечно я ориентируюсь на желтощек а то есть желтошок такое любит но вот не знаю каких равн размеров это будет брать да то есть все таки у меня в этом году есть все таки мечта попробовать его половить в прошлом году не получилось по рядам всяких возможных причин ну и вообще то есть когда начинается как бы жара на амуре да то же время и начинается жара на горных реках почему-то все таки горные реки меня более прельщает и забирает мое сердце в пользу горных рек чем ехать на амур вот хотя амурская рыбалка она более разнообразная много всяких разновидностей рыб да много глубин до разных всяких больших ширина реки очень большая то есть ну очень очень интересно да но лососевая почему-то конечно мне больше нравится вот вот опять же очень очень отличное качество за эти деньги ну цена его уже как бы такого воблера побольше да соответственно то есть надо это будет попробовать я обязательно это все попробую посмотрю как они будут вести себя в воде как они будут играть будут заваливаться не заваливаться но уже говорю я кренками рыбачил да вот такими вот рыбачить ими буду сейчас третий сезон за эти деньги работают просто отличнейше и скажем так у меня кренка вообще много от разных брендов да думаю как-нибудь надо снять видео по этим по всем кренкам но скажу так вот что буквально чемпионы у меня там вот буквально два-три кренка да это вот либо рапала оригинальная да либо вот подделка на рапалу вот это объемник бы это либо это либерти ютума да самбо 100 тоже кстати смешных денег стоит по сегодняшним дням и работает и работает и все она работает многие уже изысканные любители когда им называешь воблеры таких фирм они смеются как мы за эти деньги даже брать не будем как она может за эти деньги работать да вообще ну мне нравится у меня вот оно работает честно скажу более именитые бренды как смит у меня не работают то есть ну наверное руки у меня под смит не заточены да кстати я вот слышу и от гены кузьменки кстати гена тебе большой привет от меня вот вспомнил про тебя ты там тоже с этой мандулой не можешь себе руки выпрямить да и со смитом тоже как бы сказать проблематично у меня вот такая же ерунда да мандулой я не рыбачил никогда в своей жизни но вот по смиту я тоже не могу себе руки выпрямить и слышал это от многих рыболов которые за эту цену да ну не понимает вот это вот как оно работает да здесь все предельно просто минимальная цена все оно работает как бы сказать ну что проверено я имею ввиду не именно эти воблеры эти воблеры я буду тестить проверять да соответственно а вот крэнк он конкретно проверенный работает все и крэнки они сами по себе такие вы знаете то есть брать крэнки много от разных фирм они все одно и то же у всех высокочастотная низкоамплитудная игра разного погружения разное бросковое качество да и в принципе там без разницы от какой фирмы крэнк если он сделан скажем так в понятиях минимума да какого то то есть он не заваливаться он бросается то и по барабану от какой фирмы этот крэнк дорогой недорогой твичингу крэнки не подлежат да у них своя высоко высокочастотная низкоамплитудная активная игра то есть максимум что это можно сделать это стоп он гоу да как бы сказать и все и от этого как бы нету разницы от какого бренда дорогого недорогого этот крэнк я скажу вот прикол я вот сравнивал более дорогие как бы сказать крэнки например фирма джекал делают у них там крэнки черри есть такой есть крэнк крэнк сс-10 или cc-10 как бы сказать да и я скажу так вот когда идет офигеннейший жор линка он живет все сподряд в этой жизни все что шевелится он катится он кушает да то вот на крэнке фирмы джекал да он почему-то вообще не клюет то есть он видит в этом что-то такое видно опасное для своей жизни он просто видно щемится от этого крэнка но есть он его за эти деньги однозначно не хочет да то есть это я конкретно проверял есть еще много много крэнков именитых фирм да когда рыба клюет на палку да можно высругать палку поставить тройники кинуть и поймать то на крэнке самых крутых брендов да которые стоят бешеных денег на них просто отказываться брать хотя крэнк да можно бы если бы это был минова могли бы мне сказать вот там твичинг шмичинг да какая-то проводка муж я что-то не делаю муж я что-то не так делаю да то с крэнком все предельно просто своя игра максимум стоп он гоу да то есть вот такие вот чудеса да думаю все таки про крэнк я сниму какой-нибудь фильмец вот ну все в принципе разговор подошел к концу уважаемые кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на канал до свидания до новых встреч